Ну что же, уважаемые коллеги, давайте начнем, давайте познакомимся, если еще не знакомы. Меня зовут Мария Токмядина, психолог из Екатеринбурга, тренер-психолог и методист Международной школы лидерства. Работаю с детьми от 6 до 16 лет и, конечно же, с их родителями. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие же новшества в работе с родителями принесла нам новая федеральная образовательная программа. Я думаю, что это будет интересно и полезно как педагогам дошкольного образования, так и педагогам школьного образования. Постараюсь быть полезной для всех. Ну и традиционно в чате вы можете задавать вопросы, выражать любые свои мнения, и мы общаемся через чат, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Ну а я начну, и давайте поговорим о том, что же нового у нас пришло в федеральной образовательной программе по поводу работы с родителями. Ну и как я поняла, то есть когда я изучила программу, дополнительные материалы, все, что связано с внедрением этой программы, смотрите, о чем идет речь. То есть какая новая философия в взаимодействии образовательного учреждения и родителей открывается нам в этой новой федеральной образовательной программе. Вы, наверное, помните, кто-то помнит, а кто-то, по словам других людей более старшего поколения, представляет, что в отношениях учителя и родителя, воспитателя и родителя существовали разные абсолютно варианты отношений. Когда был у нас Советский Союз, то учитель и воспитатель, они были представителями власти, и родители на них смотрели как на представителей власти, с уважением, с неким пиететом, и все, что говорили воспитатели и учителя, нужно было соблюдать, их слушались, немножечко побаивались, точно так же настраивали своих детей. Потом у нас наступил другой период в жизни, и учителя и воспитатели стали поставщиками услуг, ну вот если грубо так вот сказать, то есть это люди, которые поставляют образовательную услугу и не обладают никакой полнотой власти. И тот и другой вариант, они уже, мне кажется, изжили себя, и наступает время чего-то нового. Точно так же, как у нас вся наша жизнь, она обновляется точно так же, и отношения учителей, воспитателей и родителей, они тоже обновляются. И теперь это, смотрите, доверительный деловой контакт между семьей и образовательным учреждением. То есть нам дают понять, что в образовательном процессе сейчас есть по крайней мере два взрослых представителя, которые играют на равных условиях. Это педагоги и родители. Никто никого не подавляет, никто никем не управляет. Это доверительные отношения, это партнерские отношения. Ну и вторая мысль, кстати, как вам эта мысль, если вам нравится такой подход, тогда ставьте огонечек. Мне, например, это очень нравится, и я стараюсь с работой с родителями выстраивать именно такие партнерские отношения. Второе, второе, что важно, что образовательное учреждение теперь по возможности должно поддерживать семью. И с одной стороны кажется, что это дополнительная головная боль, это дополнительные какие-то сложности. Но смотрите, что получается. Если мы на каком-то этапе нашей работы обучим родителей каким-то правильным педагогическим приемом, научим их, как правильно обращаться с детьми, тогда родители будут нашими помощниками и часть работы с нас снимут. То есть обученные родители, и это не слова, это я вижу по своей работе, обученные родители, родители, которые понимают, что происходит, они становятся помощниками и они перестают, ну вот как бы, противодействовать. То есть мы сейчас создаем некое единое пространство, мы стараемся поддержать родителей. Ну и кто же теперь педагог? И смотрите, если он в советский период был представитель власти, да, можно сказать, первый после Бога, если в постсоветский период он был неким таким менеджером образования, то сейчас педагог это эксперт и от нас ждут экспертности. То есть мы представители своей профессии, мы носители определенных профессиональных знаний, которыми мы делимся с родителями и используем эти знания на благо их детей. Вот такой экспертный подход, он мне кажется сейчас наиболее правильным. Что еще важно? Важно, что прежде чем работать, мы какое-то время уделяем изучению ребенка и его семьи. То есть подход здесь такой, сначала изучить, сначала диагностировать, а потом уже создавать план работы и работать. То есть чтобы в своем плане работы не просто писать какие-то вещи абсолютно средние, создавать план работы, который был на пользу именно конкретным вашим детям, именно конкретным вашим семьям. Когда я начинаю смотреть план работы с родителями, то вижу, что там очень мало времени уделяется диагностике. И как правило, вот начинается сентябрь, и у нас праздники опавших листьев, у нас какие-то установочные родительские собрания, выбор родительского комитета. Но ни слова о том, чтобы поближе познакомиться с семьями и изучить как следует детей. Мне кажется, что это тоже очень важно. Ну и про деловой диалог я уже сказала. То есть мы выступаем как эксперты и входим в такое вот равноправное деловое общение с родителями. Какие же у нас есть проблемы на данном этапе? Конечно, это все не будет гладко, как любое новшество. Что у нас имеется на данный момент? Низкий уровень педагогической подготовленности родителей. То есть родителей никто не учит быть родителями вообще. Понятно, что у них другие компетенции, и они иногда плохо понимают вообще, что нужно их детям. Еще у нас очень мало на самом деле гармоничных семей. Семей, которые можно назвать функциональными или счастливыми. Там, где у детей есть благодатная почва, чтобы развиваться, но и у всех взрослых из этой семьи тоже есть поддержка и опора, чтобы развиваться и проживать свою жизнь. Чаще всего у нас семьи дисфункциональны. То есть я когда встречаюсь с семьями, то вижу разные вещи. Или это семьи, в которых один из родителей подвержен неврозу. Или семьи, к большому сожалению, где очень много насилия, психологического насилия внутри семьи. Много-много всего. Есть семьи, которые сами потеряли опору и попали в какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. Ну и в настоящее время еще и наблюдается кризис семьи. То есть пока мало кто понимает, а какая семья нужна, какая семья будет полезна, что ли, на данном этапе развития. Ну и как бы поиск вот новых основ, на которых будет держаться семья, он еще идет. Ну и да, уважение к профессии педагога, оно за последние предшествующие годы очень сильно упало. И нам придется его поднимать. Вот такие проблемы. То есть что нам необходимо? Выработать новые принципы и формы взаимодействия с родителями, исходя вот из новых условий. Найти способы, как обучить родителей, дать им консультативную поддержку и сделать так, чтобы родители стали нашими помощниками. Скорректировать личный стиль общения с родителями, то есть уделить внимание еще и тому, как происходит ваше общение с родителями. Не пускать это на самотек, а организовать. И найти по возможности способы, возможности компенсации семейных проблем, помочь семьям, которые на данный момент переживают сложные этапы своего развития, помочь тем семьям, чтобы они были более благополучными. Ну и как нам все это сделать? Давайте мы вначале поговорим о принципах общения с родителями. Как сделать, чтобы мы могли общаться с родителями, как партнеры, как эксперты, и не уходить ни в некую такую божественность, и не уходить в какие-то униженные отношения. Смотрите, есть вообще очень хороший инструмент, который помогает всегда и везде. Это деловой стиль общения. Вот если вы будете придерживаться делового стиля общения, это не очень просто, потому что у нас это не принято. У нас, к сожалению, в системе образования принят другой стиль общения, чаще всего переполнены эмоциями, чаще всего он какой-то вот такой вот эмоционально-личностный, а деловой стиль общения пока еще используется мало. То есть мы переходим на деловой стиль общения, начинаем контролировать эмоции, осознанно выставим позицию в общении с родителями, учитываем особенности психотипов родителей и придерживаемся правил ассертивного поведения. Давайте немножко расшифрую все вот эти вот пункты. Что такое деловой стиль общения? На самом деле это такое хорошее искусство, которое позволяет найти контакт со всеми родителями и не уходить в какие-то личные предупреждения, то есть создать нормальную, хорошую коммуникацию, которая не будет отнимать у вас нервы и силы. Что такое деловой стиль общения? Главная цель. То есть у нас есть некая цель, про которую мы не говорим, про которую мы говорим. И если нас пытаются через эмоции, через какие-то другие вещи от этой цели увести, для того, чтобы вывести из себя, для того, чтобы мы приняли какое-то не подходящее для нас, но подходящее для другого человека решение и так далее, мы возвращаемся к этой цели и не даем себя сбить с толку. Пример. Пример реальный. Я вела такой курс, который назывался «Непринято обсуждать», и в этом курсе педагоги анонимно отправляли письма и рассказывали про свои ситуации, а все вместе мы пытались найти решение для этих ситуаций. Итак, педагог рассказывала о том, что мамочка налетела на нее и сказала, «Ах, вы к моему ребеночку плохо относитесь, вы моего ребеночка все время ругаете, вы заставляете выполнять какие-то безумные правила, это все потому, что вы не замужем, своих детей у вас нет и вас никто не любит». И мама при этом ушла в глубокую обиду, и учительница пришла в глубокую обиду, и у нее наступил некий такой ступор, она не знала, что делать. Если держать все время в голове, что главная цель, тогда можно сказать, что, дорогая мамочка, у нас в группе есть определенные правила. Вот они, смотрите, вот они такие, такие, такие. Эти правила выполняются всеми детьми. Эти правила придуманы не на пустом месте, он не придуман для того, чтобы жизнь у детей в этой группе была безопасной и максимально комфортной. Если кто-то из детей будет нарушать эти правила, тогда жизнь в группе будет неприятной для детей и небезопасной. Я желаю добра вашему ребенку, поэтому настаиваю на том, чтобы она эти правила выполняла. Все. То есть мы не начинаем защищаться, не начинаем срочно бежать и искать себе мужа, не уходим в какую-то обиду, мы это просто отбрасываем и говорим про цель. Все. Вот это вот деловой стиль общения. То есть мы просто не разрешаем себе и не разрешаем собеседникам обсуждать что-то, кроме работы. Этому можно научиться, хотя немножечко сложно, конечно, вначале. Могут быть уместны такие разговоры, ну, то, что называется small talk. То есть это можно поговорить про погоду, про культуру, про какие-то фильмы, про путешествия, про новые детские парки, про что-то еще, но мы не обсуждаем личную жизнь, религию, здоровье и так далее. И это очень сильно нас оберегает от нападок родителей и каких-то неприятных моментов. Это делает нас неуязвимыми. Итак, правило делового общения. Меньше эмоций, то есть мы все время сохраняем спокойный и заинтересованный тон общения. Мы не стараемся какие-то эмоции вылить на собеседника, ну, вот примерно серединка, какое-то некое такое спокойствие. Мы не выказываем симпатии и антипатии. Ну, мы, конечно, все молодцы, мы стараемся не выказывать антипатии, если даже ребенок противный. Такие дети бывают, я знаю, противные, с ним неприятно общаться. Мы это не показываем. Ну, и точно так же мы не показываем какую-то там сильную любовь к детям, которые нам приятны. Вот некий такой ровный тон. Так же с родителями. Родители тоже могут быть разные. Вот со всеми одинаково. Не проявляем неких симпатий сильных и не противляем антипатии. Дальше. Отношения строго регламентированы. И мы их сами устанавливаем. То есть когда звонить, когда писать, когда общаться и так далее. Ну, и отсутствует фамильярность. То есть мы не называем друг друга Наденька, Дорогуша и так далее. Мы называем друг друга по имени и отчеству либо по имени, если это принято. Ну, вот в тренинговом центре у нас принято по имени Иновы. Мы общаемся по имени, полное имя и Иновы. Тоже все довольны и все, ну, как бы, вот на равных условиях. Вот. Дальше. Про позиции в диалоге. Тоже немножко расскажу. Про деловое общение понятно. Если понятно, то огонечки ставьте. Так. Кто-то ручку поднимает. Ага. Все. Позиции в диалоге. Смотрите. Этим тоже можно управлять. Позиции бывают у нас. Вертикальные и горизонтальные. Вертикальные позиции – это когда в диалоге один большой умный начальник – главный, а второй маленький ребенок – подчиненный и не главный. То есть это как бы разные по иерархии позиции. И бывает позиция горизонтальная, когда все равны. Смотрите, как мы можем выстраивать вертикальную позицию. Мы можем поставить себя в позицию родителя доминирования. То есть мы как бы становимся выше и главнее. Мы занимаем положение в пространстве выше собеседника. Мы делаем все, чтобы все поняли, что мы здесь главные в этом пространстве. И тогда, возможно, нас послушаются, но при этом вся ответственность лежит на нас. То есть если вы начали доминировать, если вы начали командовать своими родителями, своим родительским коллективом, то будьте уверены, они ничего сами делать не будут. Они будут вас слушаться, конечно, но никакой такой существенной помощи вы от них не получите. Точно так же другая позиция, если мы заходим в роль ребенка и начинаем просить, умолять, просить о помощи, говорить, что мы не вывозим, не справляемся, начинаем сюсюкать, начинаем показывать, что мы маленькие, возможно, мы получим помощь. И иногда точечно можно использовать вот эту позицию, если вам нужна какая-то помощь. Особенно с такими папами, папами, которые хозяева жизни, которые любят оказывать помощь и помогать, если их хорошо об этом попросить. Ну, например, «Ой, нам тут песочек привезли, надо его перетаскать, мне так тяжело, вот кто бы мне помог?» Они такие, «Вот, конечно, можем помочь». Опять-таки, если начать приказывать, например, этим же папам, то они просто проигнорируют вас. Вот, но если все время быть в позиции ребенка, то родители начнут вами управлять, и это будет вот такая вот картина, что вы все время слушаетесь, подчиняетесь родителям где-то там во взрослой позиции. Если же вам нужен партнерский диалог, тогда обратите внимание, что есть еще и горизонтальная позиция, это позиция сотрудничества. То есть мы можем, например, родителей не садить за парты или на стульчики перед собой, а сделать круглый стол. Лучше, если там чай с конфетками будет, да, близкое расположение друг к другу, глаза в глаза, все на одном уровне, и вот здесь мы можем о чем-то договариваться, как равные люди, и это будет хорошо. Ну, и, конечно, обратите внимание на такую очень удобную вещь, как ассертивное поведение. К сожалению, в рамках нашего вебинара я не смогу об этом рассказать подробно, потому что на это, наверное, требуется целый курс по ассертивному поведению, но это очень полезные навыки. В интернете есть очень много информации по ассертивному поведению. Вкратце сейчас я расскажу, что это такое, я думаю, что вам понравится, и вы пойдете искать. Что это такое? Это стиль поведения человека, который в равной степени уважительно относится и к себе, и к собеседнику. То есть никто не главнее, никто не подчиненнее. Одинаково уважительно. То есть у нас есть свои потребности, у другого человека есть свои потребности, и мы понимаем, что эти потребности одинаково важны. Дальше. Что входит в ассертивное поведение? Принятие ответственности на себя за все, за свою жизнь, за свою работу и за свои отношения с другими людьми. То есть ассертивный человек все время держит в голове, что он отвечает за все, и все, что происходит в его жизни, это он сам себе придумал. Но и не позволяя другим людям управлять своей жизнью. Самоуважение. То есть уважение к себе, которое вы показываете другим людям, и показываете, как с вами нужно обращаться. Можно, например, один раз очень вежливо остановить человека, который использует, ну, скажем так, неделовые слова, какие-то бранные слова в родительском чате. Причем остановить так очень спокойно, сказать, что извините, пожалуйста, в нашем чате такие слова недопустимы. Мы так не говорим. Ну, и этого раза, поверьте мне, будет достаточно, чтобы люди уже относились к вам более бережно. Вот. Это про самоуважение. Ну, и вот здесь, на этом слайде права ассертивного человека, которые тоже стоит посмотреть, увидеть и, может быть, взять на вооружение. То есть вы вправе и самостоятельно выбирать свое поведение. И самостоятельно выбирать, где заканчивается граница вашей ответственности и не нести ответственность за чужие проблемы. Ну, у меня тоже есть такая прекрасная мамочка, которая постоянно звонит и пишет, когда ее дочь что-то там натворила. Да, у нас есть время для консультации с родителями и не более того. И мне пишут, что вот, ага, опять она соврала в школе, и опять она принесла двойку, что мне делать. И тогда я очень бережно говорю, смотрите, у нас на консультации с вами прозвучали основные принципы. Давайте вы вот это вспомните и примите самостоятельное решение. Вот. Это тоже как бы значит показать свои границы. Я вправе в любой момент менять свою точку зрения. Это тоже очень важно, потому что обстоятельства меняются и мы можем и передумать, потому что жизнь стала совсем другой. Я вправе совершать ошибки и исправлять их, нести за это ответственность. Я вправе чего-то не знать и узнавать. Я вправе не нравиться кому-то. Я вправе заявлять о том, что я не понимаю собеседника. Вот. Вот такие вот права. Вижу огонечки, значит, это понравилось. Ну и также близко к поведению ассертивного человека это умение слушать и слышать. То есть это развитие навыка активного слушания, которое тоже очень помогает. То есть когда мы внимательно выслушиваем родителя, задаем какие-то уточняющие вопросы, даем понять, что нам тема понятна, близка, киваем головой, выражаем свои эмоции, жестами показываем, что нам тема интересна, тогда человек, выговорившись, будет меньше уже нам противоречить и мы в его глазах будем приятным собеседником, с которым нужно сотрудничать. Вот. Это тоже очень важные навыки. Ну и уверенность в себе, которая не зависит от того, сколько вы знаете, чего вы не знаете, просто уверенность в себе, потому что вы человек и достойный хорошего отношения, и вы профессионал, потому что у вас есть диплом, это значит, что вы профессиональны, что вы имеете право вести педагогическую деятельность, у вас есть на это диплом, который дает уверенность. Ну и в основном принципы взаимодействия с родителями, они должны быть такими. Подводим итоги. Сотрудничество, а не наставничество, то есть работаем как взрослый со взрослым, доброжелательное и уважительное отношение к родителям, даже если то, что они говорят, вам не нравится. Индивидуальный подход, динамичность, быстрое реагирование на изменения ситуации и адекватная оценка себя как специалиста, то есть непринижение себя. Ну и немножечко пройдемся по типам родительского отношения. Это как раз тот пункт ФОП, в котором говорится, что мы должны понимать, с кем имеем дело. Я очень быстро пробегусь. Ну и если вам важна эта информация, поставьте тоже, пожалуйста, огонечек, чтобы я поняла, стоит мне задержаться на этом подольше или не стоит. Тоже вижу. Хорошо, понятно. Итак, сложные типы родителей, с которыми сложно общаться. Это авторитарный тип. Это люди с активной жизненной позицией, которые стремятся руководить, и вами в том числе. Они упорные, они прекрасные ораторы, и они вполне себе легко в случае вражды с вами настроят против вас родительский комитет, все управление, управление вашим учебным заведением, образовательным заведением, ну и там заодно и департамент образования или министерство образования, у них это получится очень легко. Поэтому с ними спорить очень-очень опасно. Тем более, что для таких людей подтверждать свою значимость жизненно важно. Там внутри полно тревоги, полно сверхконтроля, и где-то внутри-внутри непоказываемая даже себе заниженная внутренняя самооценка и постоянное желание ее поднять за счет других. Как взаимодействовать? Сохранять спокойствие и сохранять деловой стиль общения. Вот таких людей деловой стиль общения очень сильно отрезвляет. Они могут там кричать, вопить, но если вы сохраняете спокойствие и деловую позицию, тогда вскоре эти вопли прекращаются и вы начинаете взаимодействовать уже нормально. Сохранять объективность, сохранять горизонтальную позицию. Ну и самое важное, что можно сделать здесь, это направить энергию в мирное русло. То есть найти какие-то внешние цели, которые человек мог бы выполнить. Если вы дадите внешнюю цель этому человеку, а потом похвалите изо всех сил, прямо вознесете, вот все лавры достанутся ему, то тогда этот человек будет счастлив. Ну, такой чудесный пример. В детском саду, где мой ребенок воспитывался, младший, были такие мамочки лидерские, и они за две недели провернули то, что заведующий не удавалось сделать в два месяца. Они добились того, что в детский сад протянули новую линию с отоплением, и температура в комнатах, в группах стала нормальная, было очень холодно. И потом проблем и конфликтов с этими мамочками не было, то есть они организовали ремонт, всякие там экскурсии, выпускные и так далее, там закупку игрушек, и все были счастливы абсолютно. Мы их хвалили, они гордились собой, и воспитатель был спокойный. Тревожный тип. Мамочки тревожного типа будут звонить, писать много-много раз, переспрашивать, и очень тревожатся. Это такие невыросшие детки, нет, то есть они выросли, но детками быть не перестали, которые ждут, куда бы ответственность свою перекинуть. То есть вы можете стать тем человеком, на который сложат всю ответственность. И еще бывает, что в такой семье ребенок, родители меняются местами, и ответственность складывается на ребенка. Вот. Что делать? Мы здесь сразу же делим ответственность, выходим в горизонтальную позицию в общении, говорим, что вот до сюда моя ответственность, а дальше вы, пожалуйста, сами, ну, например, на физкультуру нужны чешки. И мама такая бегает и говорит, а где мне чешки взять, а где мне чешки взять? Вы говорите, я знаю, что чешки есть, я точно знаю, я знаю, что нам нужна вот такая спортивная форма, поэтому это удобно. Поищите, спросите других мам, я думаю, что вы обязательно найдете ответ. Я в вас верю. Ну, ключевые слова, да, я в вас верю. Так, прочитаю вопросы. Там во вкладочке вопроса что-то у нас появилось. Вопрос. Работаю в команде учитель плюс воспитатель на группе ХИПР. Воспитатель. Ребенок не справляется на уроках. Мамочка обвиняет учителя и пытается призвать меня в союзники. Перенаправляю в психологу и встаю на защиту учителя. У нас требования одинаковые. Мамочка не слышит и гнет свою линию. Что делать? Вот смотрите, уважаемая Елена, в таких случаях нужно сделать так, чтобы вы не были носителем истины. Сейчас объясню. То есть, когда вы носитель истины, когда вы говорите, а надо сделать так, так и так, то мамочка скажет вообще, а кто вы такая, почему вы так решили. Но если вы говорите, что у нас есть, ну и дальше, у нас есть требования, у нас есть нормы, у нас есть программы, то есть вы в таком случае перестаете быть носителем истины, вы перестаете быть носителем закона, вы не становитесь ни судьей, ни адвокатом, вы становитесь исполнителем вот этих вот законов. То есть вы перед мамой выкладываете все нормативные документы и говорите, вот, вот что у нас есть, вот такие вот требования. Ну, там мамочки особых детей, они же очень раненые всегда, и здесь нужно учитывать, что это раненый человек, и там поработать к психологу. То есть она, возможно, в периоде гнева находится, да, мамы особых детей, в какой-то момент в этот период заходят, и они начинают вообще всех подряд обвинять. И вы просто тут вот попались. Поэтому здесь, во-первых, опора на законы, нормы и правила, а во-вторых, активное слушание, и, да, я вас понимаю, выслушать, понять ее проблемы, понять, чего она хочет, вот отстаивая вот это, чего она хочет на самом деле, и с ней сотрудничать уже вот в рамках ее желаний, в рамках ее представлений, ну, не теряя как бы вот свою позицию эксперта. Вот, наверное, так. Если понятно, напишите, пожалуйста. Вот, а мы возвращаемся к разным типам родителей, и очень быстренько пробежим по другим типам родителей. Какие еще бывают? Бывают звездные родители, которые очень любят выступать. Вот. И чтобы они не выступали на собраниях, им надо дать возможность повыступать. То есть, как только вы видите звездного родителя, который просто просится на сцену, вы говорите, вот сцена вот, а вот костюм с негурочкой, Деда Мороза. Вы нас выручите очень сильно, если выступите. То есть, дать им возможность проявить свой талант звезды. Я же мать. Женщина, ну, вот как раз, которая проявляет себя через ребенка. И там обычно вот свое личное, оно очень глубоко спрятано. И здесь стоит, если там такая вот активная я же мать появилась и портит вообще всем жизнь, тогда стоит посоветоваться с психологом и посмотреть, а что у нее еще есть, кроме заботы о ребенке. В чем она еще сильна и вот это вот сильно вытаскивать. Тогда забота о ребенке, она немножечко скорректируется и не будет такой сильной. Очень занятый родитель. Ну, в принципе, здесь тоже может быть такая невротическая позиция. То есть, отстаньте от меня, я работаю. Чего вы ко мне пристали, мне надо работать. На самом деле, там внутри куча страха. Да, вижу ваши огонечки. Вот, здесь тоже мы не возражаем, мы не читаем нотации, мы не говорим, что вы не заботитесь о своем ребенке и так далее. Вы говорите, да, я понимаю, что вы заняты, у нас утренник через 3 недели, может быть, внесете в свой график. Я вас, зная, что вы работаете, предупреждаю заранее. Может быть, у вас будет такая возможность. И вот здесь, когда мы проявляем уважение, люди тоже начинают идти навстречу. Это самое страшное, что может быть, это я же мать. Но это тоже обычно очень раненая личность. И здесь она чаще всего нуждается в помощи. Тоже много-много таких эпизодов работы, когда мама приходит с наездами, а заканчивается это все тем, что мы сидим и разбираем ее жизненную ситуацию. и она моментально отогревается и становится уже нормальным человеком. Это по поводу того, как выстроить отношения с родителями, с каких позиций подходить, ну и что вообще с родителями делать. Ну и теперь направление работы. Смотрите, у нас есть 4 направления работы теперь. Это информационно-аналитическая, на которой мы тоже делаем акцент и уделяем этому вниманию. То есть мы собираем сведения о родителях и семьях. Мы понимаем, какие у нас семьи есть. Просветительская, это тоже важно. То есть мы информируем родителей обо всем, что касается их детей. Корректирующая, то есть мы начинаем немножечко корректировать семейные системы, детско-родительские отношения. И координирующая, то есть мы организуем работу родительского комитета и вообще организуем работу родителей. Ну и пройдемся по этим направлениям. Итак, информационно-аналитическая. Смотрите, здесь наша задача как можно быстрее, ну и если по-честному, то с наименьшими усилиями понять, а с какими семьями мы столкнулись. Что происходит в семьях, чего нам от них ждать, что происходит дома у наших деток, что мы можем сделать. Это могут быть разные анкеты, это могут быть разные наблюдения, разные тесты, выявление потребностей, ну и так далее. Что мы можем взять? Смотрите, это может быть анкетирование родителей, анкетирование родителей, вот самое такое простое и прицельное, чтобы понять, ну вообще в целом, а что происходит в семье. То есть там один или два родителя, есть там бабушки или нет, сколько у нас детей там, понятно, что семья, в которой один ребенок, в которой 8 детей, это абсолютно разные семьи. Выясняем, как работают родители, где ребенок живет, условия проживания, какие есть факторы риска, насколько готовы родители к сотрудничеству. Ну и тут же выясняем, какая родительская позиция по отношению к образовательному учреждению. То есть есть активная позиция, и это родители будут костяком вашего родительского комитета. Есть нейтральная, там, где родители не помогают, но и не мешают, слава богу. Есть сопротивление, то есть те родители, которые постоянно противостоят педагогу обращаются с жалобами, ханят и так далее. Как вам кажется, какой категории родителей нужно уделить наибольшее внимание? Можно в чате ответить. Да, которые жалуются, совершенно верно, потому что если они продолжат жаловаться, то они вам очень сильно испортят жизнь, и нужно не игнорировать их, то есть не занимать позицию страусенка, а с этими родителями поговорить. Вот. Сейчас, секундочку. Ну и дальше мы уже движемся на активную позицию, создаем костяк родительского комитета, а потом уже пытаемся родителей из нейтральной позиции перевести в актив. Да, ну вот таким образом действуем. Ну и теперь для вас очень быстрые способы выяснить, чего происходит. Это прежде всего рисунок семьи. Вы можете попросить детей сделать этот рисунок семьи, и вы очень много узнаете. Единственное, что если вы попросите сделать рисунок семьи пяти-шестилетних детей, то они, скорее всего, создадут рисунок, который не будет информативным, потому что они семью уже рисовали, их уже научили, как правильно рисовать, они нарисуют правильно. Поэтому, если детки взросленькие, то можно... Прошу прощения, выбила немножечко меня из сети, я вернулась. Вот, то есть мы можем рисовать семью животных. Тогда это будет информативно. Ну и даже по небольшому рисунку семьи вы очень много поймете. Вот здесь есть такие образцы, то есть, например, на рисунке один понятно, что происходит в этой семье, и кто здесь главный. Кто главный на рисунке один? Да, мама, нормально стало слышно? Вот. Что происходит с семьей на рисунке пять? Рисунок пять справа, да, там, где в красных тонах. Что там происходит с семьей, что там происходит с ребенком? Рисунок пять. Что там такое происходит? Ребенка не слышат, ребенок изолирован, да, ребенка не замечают, то есть, там есть папа и мама. Они, может быть, сильно любят друг друга, общаются друг с другом, но ребенок вот такой маленький, муравьешка в нижнем углу, и его совсем не видно. Ну и понятно, глядя на рисунок посередине, что будет, если вы вдруг ребенка нечаянно обидите? Что будет, если вы обидите ребенка из этой семьи? Рисунок посередине, такой черно-белый. Сплочение, да, там один за всех и все за одного, верно. И если там ребеночка обидите нечаянно, то прибежит вся семья и будет за своего ребеночка сражаться. Еще очень хороший инструмент, такой не очень сложный в обработке, это опросник родительского отношения Столин и Варга. Есть еще вот два теста, я здесь тоже их вам привела, но опросник родительского отношения, он дает представление очень полное по пяти параметрам. Первое, это принятие отвержения ребенка, то есть приняли ли родители своего ребенка. Второе, это степень кооперации, то есть настроена ли семья на сотрудничество внутри семьи и с окружающим миром. Симбиоз, то есть насколько ребенок оторван уже от родителей, насколько он самостоятелен или он слит с родителями. Авторитарность, то есть насколько родители жестко контролируют поведение ребенка, ну и отношение к удачам и неудачам. Это очень интересный тест, и я советую вам его с родителями провести. Ну и разнообразные анкеты для родителей, их можно проводить постоянно в течение года, вставляя в свой рабочий план. Вот такие вот могут быть анкеты. Ай, так. Ну и смотрите, следующее направление, просветительское направление. Какие темы нужно осветить обязательно? Вот что, о чем с родителями нужно поговорить. Во-первых, родители плохо знают возрастные особенности детей и возрастные кризисы. У меня была такая чудесная мамочка, которая... Ну, мы с ней говорили о том, что она очень устала, что хотела бы там уехать на несколько дней, но она говорила, что не может уехать на несколько дней. Я говорю, ну почему? Ну потому что без меня все пойдет там вообще прахом. И мне надо, например, она сказала, когда мой ребенок моется, ему выставить правильную температуру, наладить правильную температуру. Когда я спросила, сколько лет ребенку, она сказала, что ему 12. И еще речь шла о том, что ребенок может простыть, потому что на улице дождик может пойти в шортиках. И когда мы проговорили про нормативы развития ребенка и о том, что это вообще-то умение на 6 лет, умение одеваться по погоде, то мамочка подняла это к сведению и начала ребеночка социализировать, делать его более самостоятельным. Она просто об этом не знала, потому что в ее семье было принято так, а педагогических вузов она не заканчивала. Дальше. Особенности отношения родителей с учетом возраста, то есть в каком возрасте, какую долю самостоятельности надо дать ребенку, как помочь пройти кризисы, ну и так далее. Ну и способы решения всевозможных проблем. Что мы можем предложить в этом направлении? Какие формы работы? Это могут быть лекции, это может быть сайт педагога, личный блок педагога, тематические родительские собрания, родительские конференции, это может быть информационный стенд, но это уже не так принято, это могут быть группы для работы с родителями, чьи дети имеют какие-то проблемы. Ну, то есть как бы фокус-группа, которую мы создаем для того, чтобы получше подготовить родителей для помощи своему ребенку. Есть еще интересная такая вещь, которая называется родительская конференция. Это вот одно из новых направлений работы, форм работы, которая помогает нам и общаться с родителями на равных, и учитывать родительский опыт, ну и вообще включать родителей очень активно в нашу жизнь. То есть мы собираем родителей на совещание, на обсуждение определенных тем, актуальных проблем в развитии и обучении детей, ну и родители при этом сами готовятся, они готовят вопросы к определенной теме, педагог или несколько специалистов на них отвечают. То есть родители готовят небольшие выступления и выступают на этой конференции. Причем это должны быть какие-то очень понятные вещи. Ну, например, вы можете как тему конференции вывести такую, как можно провести хорошо выходной день. И родители могут предлагать свои варианты. Кто-то ходит в поход, например, кто-то устраивает кулинарные мастер-классы. И люди обогащают друг друга, и создается некое такое общее поле, в котором всем очень хорошо. Ну и в конференциях родители максимально вовлекаются в процесс, создается атмосфера доверия, и у вас уже создается такой вот крепкий родительский коллектив, который готов с вами сотрудничать. Ток-шоу «Горячий вопрос». Это, конечно, не постоянная форма работы, но если горячий вопрос появляется, почему бы и не сделать вот так вот. То есть это тоже конференция, но в ней есть некий элемент шоу. Мы берем очень актуальную, конкретную тему, ну, например, подготовка к школе, выбор школы или что-то еще. Мы зовем выступающих, экспертов несколько человек, и родители могут и спросить этих экспертов, и те выскажут свою точку зрения. Можно подискутировать, можно подискутировать, можно поспорить, и все это проходит очень-очень интересно. Блога-педагога. Ну, с точки зрения экономии сил, мне кажется, что это очень хорошая форма работы. То есть вы написали в блог что-то и просто дали ссылочку на этот блог, и родители могут посмотреть и выяснить, что это такое, найти что-то для себя важное. Где его можно вести? Смотрите, если вы ведете блог для своих воспитанников и их родителей, тогда это может быть сайт образовательного учреждения, личная страничка педагога. Там прочитают только ваши родители, но редко кто туда заходит, хотя на страничках детских садов и школ находится масса интересного, и я иногда нахожу вот просто действительно очень важные и полезные вещи в блогах педагогов на сайтах образовательных учреждений. Если вам хочется аудитории немножко побольше, ну, у всех своя жизнь, кто-то, например, кроме работы в детском саду и в школе, еще ведет, ну, что-то свое, там, репетиторство, какие-то кружки и так далее, тогда вы выходите, например, ВКонтакте, и там аудитория – это ваши друзья, ваши земляки, ну, и это те люди, которые, ну, как бы с вами одинаково мыслят. И есть еще площадка Дзен, на которой аудитория – вся Россия, и там на ваш блог зайдут те, кому эта тема интересна. Выбирайте сами, насколько вы хотите продвинуться, ну, и вот примерно, как могут выглядеть вот эти вот блоги. Это на площадке Дзен такие есть, это все бесплатно, бесплатные площадки. А это уже ВКонтакте. Ну, и сайт педагога – это тоже интересная форма работы, хотя более сложная, чем блог. Остановимся пока на блоге. Дальше, корректирующее направление. Смотрите, мы родителей обучили, мы им какую-то информацию передали, теперь мы можем подкорректировать какие-то родительские стратегии. Что мы можем? Например, мы можем изменить родительское отношение к образовательному процессу. Да? Мы можем скорректировать какие-то родительские стратегии в общении с ребенком. Ну, например, сделать так, чтобы родитель меньше опекал по мелочам ребенка, или так, чтобы родитель вышел из авторитарной позиции и добавил в свою жизнь с ребенком больше каких-то демократических веяний. Мы можем поработать над тем, чтобы улучшить коммуникацию в семье и чтобы родителям и детям жилось хорошо. Как это сделать? Смотрите, вот то, что касается обучения, это вот предыдущее направление, там были формы работы, ну, такие все-таки лекционные. Да? То есть мы какую-то информацию передавали. Но чтобы что-то поменять, нужны активные формы работы. То есть корректирующее направление будет представлено прежде всего активными формами работы. Это детско-родительские занятия с обсуждением, с последующим. Это, например, родительский тренинг или детско-родительский тренинг. Это кинотренинг. Это какие-то консультации для родителей, которые вы проводите. То есть это формы работы, в которых родитель не просто слушает полуха, но еще и работает, да, меняет себя. Консультации с родителями теперь в ХОП есть. То есть это очень хорошая форма работы. И они могут быть разными. То есть есть методическая консультация, есть психологическая. Понятно, что педагог ведет методические консультации. Это все, что касается образовательной программы, поведения в детском саду, режима и так далее. А психолог разбирается с тем, что связано с индивидуальными особенностями ребенка. Принципы консультирования. То есть здесь нам важно создать доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность и установку на самостоятельное решение проблем. Ну и виды консультаций могут быть как индивидуальными, но это не частая форма работы, допустим, какая-то разовая, точечная, иначе просто сил на это не хватит. И какие-то тематические консультации для родителей всей группы или класса. По поводу, например, возрастных проблем, развития практических навыков, поведенческих проблем, например, по поводу организации жизни и безопасности и так далее. И вот такие вот примеры могут быть. Это для школьников. Ну и для детского сада это могут быть примеры, например, на развитие самостоятельности, на то, какие навыки у ребенка должны появиться в определенном возрасте, как справляться с обидами, как справляться с капризами и так далее. Ну и еще одно направление работы, это координирующее. Здесь проще всего. Мы создаем совместный план работы, организуем, выбираем родительский комитет, ну и дальше уже объявляем об очередном родительском собрании. И вот теперь, когда мы все это учли, нужно создать некий план работы. И вот в этом плане работы первым пунктом, с чего мы начнем, сверху вниз идем, будет сбор информации и координация работы. Без этого никуда. А затем, когда это уже все состоялось, тогда мы выбираем форму работы на информирование и коррекцию родительских стратегий. Вот примерно такой алгоритм работы. Ну и создание плана. Рабочая табличка для планирования. Я вам покажу два варианта. Сразу скажу, что в ФОП не регламентированы эти таблички, то есть вы их ведете так, как вам нужно, если у вас хороший руководитель, или так, как скажет руководитель, если у вас авторитарный руководитель, да, если у вас так принято. Вот эта форма работы, мне кажется, достаточно удобной. То есть мы берем месяцы и на месяц себе планируем, что у нас будет в диагностике, в информировании, в коррекции. То есть у нас как бы все три формы работы, ну и организационную, ну и как бы вот само собой разумеется. Например, младшая группа. У нас наступил сентябрь, детки пришли. Мы проводим анкетирование родителей, знакомства, ну и тут в организационной работе выбираем родительский комитет. Информируем, что здесь важно в сентябре, о работе детского сада, как научить ребенка навыкам самообслуживания, как помочь ребенку приспособиться к детскому саду, адаптироваться и так далее. Например, в коррекции проводим групповую консультацию развития навыков самообслуживания у детей трех лет. В октябре у нас организационное родительское собрание, анкетирование здоровья ребенка, то есть мы выявляем родительские стратегии в отношении здоровья ребенка, потому что в октябре начинаются болезни и все такое. В информировании мы рассказываем о закаливании детей и о том, как предупредить ОРВИ, а в коррекции, в разделе коррекции родительских стратегий мы, например, в блоге рассказываем про отцовские стратегии воспитания ребенка, ну и сделаем какое-то совместное мероприятие с бабушками, чтобы бабушек тоже включить вот в этот поток. Ну и пример для подготовительной группы. Точно так же в сентябре проводим анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе?» То есть здесь мы задаем как бы вообще тему всего года «Подготовка к школе». Даем лекцию «Готовность к школе» и в блоге даем развивающие упражнения, которые родители могут использовать, таким образом включиться работам. В октябре, например, мы в разделе информирования проводим конференцию для родителей, а в разделе «Коррекция» мы проводим детско-родительское занятие и понимаем, насколько дети самостоятельны, насколько родители готовы дать им самостоятельность и отпустить. Вот. Ну и второй вариант оформления плана работы, он может быть вот такой. То есть там табличка на каждый месяц, ну и это более подробный план работы. Если с вас требуют такой вот подробный, то вы можете сделать и его. То есть здесь выписываются в столбике все направления работы и расписываются подробные мероприятия, цели, задачи и исполнитель. Короче говоря, какой вам больше нравится, вы тот и делаете. Ну и варианты вот перспективного планирования, то есть вы пишете цели, задачи, результаты и план работы по месяцам. Ну и это все, что я хотела рассказать. Есть ли вопросы, задавайте их. Если что-то непонятно, тоже, пожалуйста, скажите. Постараюсь. Ага, нашла подтверждение своей работы, иду в верном направлении. Спасибо огромное. Здорово. Здорово. Я рада, что мы совпали по направлению. Для меня это тоже очень важно. Ну, я пока еще отвечаю на вопросы, которые есть. Так, не помогают. Имеет ли право учитель закупать товары для творчества, учебное пособие, как эксперт, или это запрещено законом? Имеет ли право учреждение просить родителей сдать деньги на мольберты и стулья? Вот я не рискну ответить на юридические вопросы, честно говоря. То есть я работаю как бы, ну вот, в своем поле, а с юридическими вопросами я не сталкиваюсь. Поэтому, прошу прощения, я вам не смогу ответить. Это нужно поговорить с кем-то из юристов. Есть ли еще вопросы по существу? Ну вот, больше вопросов нету. Ну, если вопросов нету, давайте тогда будем прощаться. Всего доброго, до новых встреч. И я была тоже рада с вами встретиться. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok